Доллары не принимаем, Россия вернут долги за оружие. Россия вернут долги за военную технику. Россия начала получать деньги за военную технику от стран-должников, сообщают СМИ. Ранее сложности возникали при переводе платежей в долларах. По неофициальным данным за 2018 год, страны, купившие у нашей страны оружие, сформировали долг в размере около 3 миллиарда долларов. «Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику», сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества, ВТС. По его словам, ранее проблема была связана с переводами платежей в долларах. По неофициальным данным, по итогам 2018 года страны, которым Россия поставляла свое оружие, задолжали около 3 миллиарда долларов. «У нас были проблемы с перечислениями валюты за поставку техники в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально», — пояснил собеседник агентства. Вице-премьер Юрий Борисов в начале января сообщал, что объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет 55 миллиардов долларов. «Россия ежегодно экспортирует отечественное оружие и военную технику на сумму до доллара 14-15 миллиард», — отметил он. В конце декабря президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам ВТС РФ с иностранными государствами заявил, что за 2019 год Россия отгрузила продукции военно-технического комплекса для продажи зарубежным клиентам на сумму в 13 миллиардов долларов. Он обратил внимание, что этот результат в разы лучше показателей 2018 года. Как подчеркнул Путин в своем выступлении, позиции России на рынке вооружений укрепились, несмотря на многочисленные санкции. В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 миллиардов долларов. Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения — это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте», — отметил глава государства. Он выразил мнение, что существенную роль в продвижении экспорта сыграли профильные выставки, в том числе и форума «Армия-2019» и «Макс-2019». По словам Путина, чтобы повысить удовлетворенность покупателей от покупки российской техники, необходимо обеспечивать ей своевременный и качественный ремонт. Надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории ино-заказчика. Но и новые направления — для создания за рубежом совместных предприятий по производству запасных частей для ранее поставленной техники, — сказал он. В марте прошлого года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира, Сепри, опубликовал доклад, согласно которому США, Россия и Франция удерживают лидерство по экспорту вооружений в мире. При этом, по оценкам экспертов, за последнюю пятилетку продажа российского оружия заметно сократилась. А США, напротив, укрепили доминирующее положение. В совокупности пять крупнейших экспортеров вооружений — США, Россия, Франция, Германия и Китай — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений. Как указали в докладе, за последние пять лет Вашингтон увеличил отрыв от прочих поставщиков. К 2018 году экспорт американских вооружений вырос на 29% по сравнению с периодом 2009-2013 годов. В целом, США занимают 36% мирового рынка вооружений, констатировали специалисты. США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия. За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран. Эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб, уточнил директор программы вооружений и военных расходов. Сепри от Флеран. За то же время объем российского экспорта вооружений сократился на 17%. Это объясняется сокращением импорта Индии и Венесуэлы. При этом европейские страны из топ-5 в 2014-2018 годах увеличили оружейный экспорт, Франция – на 43%, а Германия – на 13%. Впрочем, в госкорпорации Ростех, в структуру которой входит Рособоронэкспорт, сведения о снижении российского экспорта назвали несоответствующими действительности. К методике этих расчетов возникают большие вопросы, сообщал принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу корпорации. Вместе с тем в Ростехе подчеркнули, что рост российского экспорта фиксируется в течение последних 10 лет, а в 2018 году объем поставок достиг рекордных 13,7 миллиарда долларов. Лидия Миснек. Право на данный материал принадлежат газета. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.